Всем большой привет из Норвегии! С вами Татьяна. И опять с вами начинаем продуктовую закупку, продуктовый влог. Ну тут из разряда того, что мы уже с вами видели, кушали. Вернее, кушала моя семья, а видели вы то, что мы закупали. В общем, муж опять будет делать лапскаут норвежский, поэтому купили картофель, лук-порей, затем лук такой обыкновенный, норвежский, кстати, выращенный. Так, и морковь у меня есть, ну и там, в общем, в принципе, мясо есть, все есть. Это докупили то, что нужно было. Так, я купила себе огурчик, затем груши, бананы. Вот такой вот салат был со скидкой, средиземноморский купила. Затем, так, бананы показала. Бананы, я, знаете, не знаю, чей-то производитель, иногда спрашивают. Ну, смотрела-смотрела, не нашла. В общем, ладно, сегодня у нас будут сосиски, поэтому винерпельсы, кстати, сделаны и из коровы, и, ну, из свинины, и говядины. И поэтому вот купили вот такой вот брюс со вкусом фруктов. Короче, дюшес, самое что ни на есть. Затем я купила себе кофе к сосискам, кетчуп нужен был, нету. И вот такие вот две упаковки пюльсы брюн. Это специальный хлеб для сосисок. Обыкновенный хлеб взяла. И еще к сосискам вот муж мой и свекор любят добавлять сверху реки салат, то есть салат из креветок. Ну, также купили вот так, как день матери завтра, поэтому... Или сегодня, что-то я не помню уже. Ну, в общем, неважно. Мы купили помянуть свекровь, поэтому вот такой вот марципановый пирог. Купили также Наполеон. Каки это... Ну, пирожные Наполеон. Каки по-норвежски это пирожные или торт. И котику конфетки. Так, ну и вот такая вот тут стоимость всего. Если интересно, посмотрите. Небольшая закупочка из магазина Экстра. Значит, буду делать мужу спагетти с испанскими. Такими вот фрикадельками. Затем вот соус к этим фрикаделькам. Со скидкой были вот такие кашки. Это овсяные кашки. Ну, здесь две я купила с манго и яблоком. И это с клубничкой. Так, затем вот, собственно говоря, коту купила. Ну, я тоже на бутерброд беру. Ну, в основном коту ветчину. Затем чипсы с паприкой. Это я себе купила по выгодной цене. Печенье овсяное. Затем вафли. Ну, не могу отказаться от вот этих вот всяких сладостей. Не могу никак. Лучше мясо не буду есть, но печенюшку съем. Так, затем ветку бананов купила и 2 килограмма апельсин. Кстати, апельсины очень дешёвые. Я думала, здесь килограмм стоит 19,80 крон. Но, на самом деле, это 2 килограмма так стоит. У меня здесь не всё в чеке. Часть покупал муж. И чек он не берёт, конечно, никогда. И что ещё хочу сказать. Я ещё почву покупала. Поэтому почва лежит в другом месте. Не здесь. Поэтому не на кухне имеется в виду. И поэтому её вам не показываю. Скоро буду рассаду сажать. Поэтому купила почву. Как всегда, по субботам закупились в магазине киви. Ну, что закупили? Закупили то, что будем кушать сегодня. То, что я буду готовить на следующую неделю. Так, мы с вами будем кушать. То есть не мы с вами, а мы с мужем будем кушать. Во-первых, тако сегодня опять. Поэтому вот к таку купили качан. Вот такой вот айсберга. Затем лук. Следующие томаты. Потом вот такие вот корзиночки на таку. Скорлупки. Если так дословно переводить. Запивать будем. Что-то понравилось. Вот этот вот напиток. Брюкс. Так сказать, по-норвежски. Если по-нашему переводить, то это, как раньше в Советском Союзе, было ситро. Грушевое дюшес. Один в один. Затем к таку также купили вот такой вот соус. И это приправы к мясу. Но у нас все есть. Поэтому вот купили то, что нужно было. Так, возвращаемся. Я себе купила к овощам. Возвращаемся, имеется в виду. Я себе купила вот такое вот ведерко со снак с томатами. Беру с собой на работу. Буду готовить себе борщ. Взяла небольшой вилок капусты. На борщ у меня все есть. Но только вот капусты не было. Поэтому купила. Так, затем уходит сезон мандаринов. Поэтому решила тоже прикупить огурчик. Прикупила. Это тоже брать с собой на работу. Выбор овощей, как бы, такой не очень большой всегда в киве. Но все необходимое есть. Следующее. Спагетти нужно было. Купила. Затем томатный суп. Это мы уже на неделю буду готовить. Это я себе на утро делаю. Вместо хлеба использую вот такие вот хлебцы. И обязательно у меня каша. Кстати, я забыла себе мюсли купить. У меня есть чуть-чуть, но придется возвращаться в магазин и покупать мюсли. Но это среди недели. Так, а я купила себе вот такое вот соевое молоко. Оно самое обыкновенное. То есть с сахаром. Я чередую. То с сахаром беру, то без сахара, то соевое, то миндальное молоко. От бренда Alpro. Ну, а самое интересное, это то, что завтра муж будет делать булочки норвежские, которые кушают... Ну, у нас в России отмечают масленицу перед тем, как поститься. А в Норвегии тоже есть пост, но при этом перед постом кушают норвежские. Как они правильно, вот если переводить, Fast and Love Baller, это когда перед тем, как поститься, ну, как бы наедаются всего такого, как, например, у нас блины кушают. А в Норвегии вот кушают такие вот булочки с кремом, с ванильным и с вареньем. Ну, у нас тоже, в принципе, все есть на булочке. Мука, я имею в виду, поэтому вот докупили сахар, затем масло нужно было, ванильный крем, сливки и дрожжи. Будет делать муж, он специалист большой, я вам только покажу. Как таку будем кушать, уже не показываю, потому что я практически в каждом видео вам показываю таку. Это одно из наших самых любимых блюд с мужем. Тут всегда в Норвегии, ну, считают, что таку кушают по пятницам или субботам. Это такое традиционное уже блюдо, хотя оно мексиканское, но я уже могу его точно назвать таким традиционным норвежским блюдом. Ну, а булочки, как он будет делать, и какие они получаются, я вам покажу в этом же видео, только, естественно, с завтрашней съемкой. И, как всегда, котику вот такие вот конфетки, которые он любит, шебу и чипсы. Ну, и вот по чеку 969 крон получилась сумма. Слава богу, ничего больше не дорожает. Не знаю, как там дальше будет ситуация, но пока все стабилизировалось. Замешиваю тесто. Вот такой в машине кухонной. Ну, я не уточняла, что он, в каких пропорциях использует, потому что у меня канал не посвящен кулинарной тематике. Я так чисто обзорно вам показываю, что делает муж. Мне, честно говоря, неинтересно. Вот дрожжи использовал, а смёр, отбывательная, дай, а будет добавлять ещё и кусочками масло. Вот. Кот тут у нас вьётся, не поймёт, в чём делом. Что-то вкусное выдают или нет. О, как поднялось тесто. Сейчас будет формировать булочки. Вот они, красавцы. Конечно, можно было постараться чуть-чуть получше форму сделать, но нормально, видите. солнышко наяривает булочки. А какие красавцы. Вот такая красота получилась. Такие булочки я уже кушаю. Мягенькие. Тесто такое пористое, вкусное. Поднялось очень хорошо. Ну и вот они будут наполняться кремом. И можно добавлять ещё варенье. У нас варенье клубничное. Сейчас свёкор придёт и будем с кофе кушать. Кофе запивать, вернее. Крем вот готов. Наложил крем. Вот так вот. Сверху. Ну, я ещё люблю с вареньем клубничным. Вот ещё завершающий этап присыпает ванильным сахаром. Кое-что прикупила в магазине экстра. Ну, такая экстра закупка. Зашла туда, собственно говоря, мне такой вот багет нужен был французский. Бюджетный. Ну, как бюджетный. Нормальная такая средняя цена с чесноком мужу к томатному супу. Затем нужны мне были мюсли на утро. А остальное, так сказать, попалось, что под руку. Йогурт. Вот увидела, с черешней. Очень вкусный. Затем со скидкой взяла. Сейчас съем мясной суп. Ну, он завтра выходит подать, и поэтому 50% на него скидка. Водичку взяла с газом и растение зелёное. Это лианка. А вот то, честно говоря, не знаю, как называется растение. Надо погуглить. Какая стоимость. Ну, стоимость бюджетная была на растение, поэтому взяла. Муж мне говорит, мало тебе. Вот это вот у меня тут такая красота растёт. Папоротники. Им очень нравится здесь. Кто-то забыла, как растение называется. И вот с осени каланхоя опять зацвело. Мини такой растеницы. Так, ну давайте вам цены покажу. Что почём. Такая вот закупка на 196 крон. 80 копеек. Ну, не копеек, конечно, по-норвежски. Ну, вот. На 197 крон. Вот этот вот наборчик продуктовый стоит. Опять закупились. Будем готовить лазанью сегодня. И на этом буду заканчивать свой продуктовый влог. Зимний, так сказать. Значит, что приобрели? Бананы. Это я себе ветку бананов купила. Затем томаты. Там томаты вообще просто какая-то заоблачная цена на них. Дороговато стоит. Ну, не сезон, собственно говоря. Затем огурчик я купила. Вот здесь сама повредила его, думала, что в магазине плохо выбирала, но потом нет. Лежал он у меня с, ну, очень плотно, довольно-таки, с вот этими вот консервными баночками. это печёночный паштет я себе взяла делать бутерброды на работу. И это макрель. Макрель, то есть это рыбка с томатами, с кумбрией по-русски. Макрель, по-моему, так называется. Так, затем салат. Салат это сегодня к лазани будет. Затем хочу сделать суп из цветной капусты. Были также хлебобулочные изделия со скидкой 50 процентов. Хлеба всевозможные, булочки. Ну, я вот выбрала булочки, потому что хлеб у нас есть. Вот такая улитка за 8,95. Это мужу. Я такое не буду есть, потому что слежу сейчас за фигурой особенно перед летним сезоном. Вот эту булочку это я себе взяла, но я ее на 3 раза разделю на 3 дня. Не знаю, как она продержится 3 дня. Но это выпечка вчерашнего дня, поэтому как бы ничего страшного с маком. Булочка тоже 50 процентов 7,95. Ну, такая вот еще разновидность. Это тоже мне 7,95 с зернами. Так, муж взял себе салями. Это с красным вином, а это салсико. Это его любимые, так сказать, оказались разновидности салями. Так, я взяла себе сервелат. Он тоже со скидкой, потому что подать его ходит. И вот как-то не очень так выглядит. я уже так посмотрела, но думаю, что ничего страшного. Недельку еще можно его кушать. Это тоже на работу взяла себе. Так, муж себе взял сыр Норвегия. Очень, кстати, вкусный. Он предпочитает только его. Я как-то не очень сыры люблю, поэтому равнодушна к ним. Но если бы покупала, то не вот этот сыр, он чересчур такой неинтересный, я бы сказала, скучный немножечко. Нету тут такого какого-то вкуса забористого в нем, поэтому я другие какие-то сыры предпочитаю больше. Так, масло пачка, йогурт это я себе взяла, затем молоко, мороженое муж вот это полюбил с ликером, эгг-ликер это яичный ликер и ежевика. Ну и на лазанью опять свекор придет вечером на лазанью взяли. Ну это муж будет готовить сам я можно конечно приготовить, но у меня времени нет. В общем как он будет готовить не знаю, честно говоря, это уже такая готовая тут листы лазаньи и соус. Вот мясо взял, вот оно, затем будем салатом все это сервировать, я покажу закусывать, он сказал багетом, багет подается с чесноком и запивать вот таким полюбившимся уже напитком с фруктовым вкусом. Так, это нашему котику, что-то он там громко включил телевизор, затем это что-то через чур муж громко сделал по телевизору, что-то там слушал. Так, ну вот котику вискос, дримис конфетки, шеба одна упаковочка, это нам конфетки, а кстати вот конфетки к чаю, потом кофе вернее, здесь чай не пьют, кофе, бельгийские вот такие трюфеля очень вкусные, ну и на закус это чипсы с паприкой и какая-то новая разновидность появилась, ялопену, ну чипсы с ялопену, ялопену это такая острая приправа, это собственно говоря перчик такой зеленый, так, и еще я взяла себе почву, еще одну упаковку, покупала почву еще в предыдущие разы, для того, чтобы вот посадить рассаду, так, 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 ну рассаду я вам во влоге покажу, как у меня там она прорастает и какие результаты, а это чек на сегодняшние покупки, запекается лазанья, два багета с чесноком и с маслом и скоро будем кушать, lä и с ой, ой, о uk все о о о о о Музыка Музыка